Что есть, чтобы поджелудочная железа была здоровой? Вы на моем YouTube канале 30+, сохранить здоровье после 30 лет, психическое и физическое. Расскажу вам про топ своих продуктов и поделюсь, возможно, под этим видеороликом вы тоже поддержите меня комментарием. Конечно, есть продукты, которые помогают. Но все, кажется, я уже закрыла тему во многих вопросах с продуктами. Индивидуальная реакция есть у всех и на все, потому что PH меняется вообще ежесуточно. Но скажу вот вам так. Сегодня про продукты, которые реально нужны. Основные задачи рациона для поддержки поджелудочной железы не навредить, если все в порядке. Если не в порядке, то еще можно навредить еще больше. Конечно, от того, что мы как сочетаем, тоже много чего зависит. Мне часто пишут, а можно там 3 белка в один прием пищи? А можно ли манго после еды? Я не знаю, каких у вас ферментов хватает, каких микроэлементов. Но я расскажу просто про лайфхаки, которые подходят, наверное, всем. Первое. Конечно, поджелудочная железа не любит перегрузки углеводами. Бобовые при склонности поджелудочной к воспалениям нежелательны. Здоровым людям вполне подойдет нормально и подойдет. Про пробиотические продукты я говорила. Если в кишечнике бардак, поджелудочная может только от этого воспаляться. Квашеные овощи не каждая поджелудочная железа будет воспринимать нормально. Поэтому рекомендация квашеная капуста у кого-то вызовет диарею и понос. Следующее. Про полезные нерафинированные масла. Они есть. И это тоже очень хорошая история. Основная цель никаких перегрузок. То есть теперь про топ продуктов, которые помогут. Это черника, это ежевика, это вишня, это чернослив, это манго, это запеченные яблоки в умеренном количестве. Плюс это кефир, это творог. Как может быть одна порция, больше не советую. Имеет не для всех хорошую историю. Яйца лучше, но только не в ужин, если поджелудочная железа склонна к воспалениям. Птица для поджелудочной железы, я скажу так, это очень полезная история с шкуркой для тех, у кого все хорошо. Для многих просто даже постных кусочков будет достаточно. Семена чия, семена подсолнуха. Это супер история. Поджелудочная любит некоторые крупы. Хотя крупы вообще мы, в принципе, с вами не очень празднуем. Но пшено, греча, это вполне себе приемлемая история. Пшено это источник минералов. Без минералов, как вы понимаете, ни один орган не будет работать нормально. Плюс скажу, что черника, ежевика, малина, все ягоды полезны для поджелудочной в небольшом количестве. Я люблю яблоки. Но яблоки, если поджелудочная воспалена, можно только в запеченном виде. Плюс скажу так, что у кого есть дефициты по самым базовым минералам и витаминам, тоже поджелудочная железа срабатывает не так, как нужно. Морская рыба, любая, выбирайте только с жирной переносимостью. Не обязательно покупать красную, самую жирную, потому что это так модно. Иногда можно и мойвы съесть, и хамсы съесть, если вы хорошо переносите. Соответственно, поджелудочная железа не любит, когда рацион в сутки у вас, например, 10 тысяч калорий, а вы не профессиональные атлеты, сидите на стуле. Поэтому вот такие у нас есть вопросики. И скажу так, что не навредить, если все в порядке, это супер. Плюс защитить тело от повседневной интоксикации и пищевых перегрузок, это тоже супер важно. Сахар в крови в течение дня стабильный. Это та история, которая нужна всем. И помните, что нормальных жиров в сутки должно быть 1,5 грамма на килограмм веса. Не надо уходить в жиробомбы и думать потом про здоровье. Про манку, кукурузу, рожь. Я считаю, всем нужно забыть, у кого есть проблемы с поджелудочной. Потому что мы не говорим даже про воспаление кишечника, воспаление мозга, связанное с кишечником, про нейровоспаление. Это и так уже всем понятно, кто меня смотрит. Свекла. Кстати, про свеклу вы пишите. Да, можно, но после нее нужно погулять минут 40, потому что она имеет высокую гликемию. И это один из лучших источников минералов, кстати. Так же, как и брокколи, крестоцветные. Картошка подходит только тем, кто уже разобрался со своими инсулиновыми качелями. Лучшее запекание, да, кто заинтересован в наборе веса, тот может картошку себе позволять. Бурый рис. Многие его используют. Но я, честно скажу, использую пшено и гречку. Бурый рис очень редко. Грецкие орехи, они участвуют в контроле воспалительных процессов, что действительно важно для поджелудочной. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал YouTube. Пишите свои выводы, своими комментариями делитесь. Я буду очень-очень вам рада.